Итак, важно понять, что когда рождается ребенок, женщина естественным образом ставит его главной целью в своей жизни. И это значит, что она попала в испытание судьбы, потому что разум должен победить, и она должна выше, чем ребенок поставить цель служения своему мужу, забота о мужа должна быть выше, а еще выше мужа должна быть, другая цель, потому что мужа тоже может поднагреть. Кто не может поднагреть в нашей жизни? Только Бог, и когда не обнагрелит. Поэтому я написал, что существует высшая цель человеческой жизни. Высшей целью человеческой жизни является один вопрос силы. Этот вопрос заключается в том, в этом мире есть высшая гармония или нет? В этом мире есть высшее начало или нет? В этом мире есть Бог или нет? Если Бога нет, значит, мир создан из большого взрыва. Это значит, что в этом мире нет также законов нравственности, потому что законы нравственности означают, что есть высшие силы, которые их создали, потому что сами по себе они не будут существовать. В этом мире нет сам по себе нравственности. В этом мире сам по себе есть движение атомов, столкновение атомов, разрушение атомов и не разрушение атомов, а синтез. Все очень банально и просто. Поэтому, если с этой точки зрения подходить к жизни, то мы живем один раз, потому что мы являемся комбинацией арт-атомов. И поэтому, пей, гуляй, веселись, какая нравственность, какая психология. Если один раз живем, надо жить так, чтобы радоваться все время жизни, как можешь, а не подвергаться различным лишениям, трудностям, воспитанию себя. Какой смысл? Если совести нет, законов нравственности нет, высших сил нет, в следующей жизни нет, зачем тогда напрягаться? Это один вывод, который мы можем сделать. Второй вывод, если все это есть, есть Бог, есть... Веды говорят, что этот мир собран из правды. Правда является основной структурой, которую изучают физики. Они изучают, что является самым тонким веществом в этом мире. Веды говорят, самым тонким веществом является правда. Этот мир справедлив в своей основе. В нем нет и тени лжи. Но для того, чтобы это понять, надо жить честно. Потому что, когда честный, честный наш человек живет, он страдает от своих поступков и думает, что над ним этот мир совершает несправедливое насилие. Понимаете? Чтобы почувствовать правду этого мира, для этого надо ее сначала впустить внутри себя. А это очень трудно сделать. Но проблема даже не в этом. Проблема заключается в том, что человек должен поставить высшую цель перед собой и пытаться изо всех сил идти к ней. Он должен пытаться понять, для чего он живет. Предназначение всей жизни человека, веды говорят, заключается в том, чтобы достигнуть контакта с высшей истиной. Чтобы почувствовать, что такое высшая любовь, что такое высшая справедливость, что такое высшее бескорыстие и так далее. То есть, когда человек почувствует гармонию с высшим, то тогда все остальные вопросы будут решаться легко. И эту гармонию надо почувствовать каждую секунду жизни. Допустим, нужно мне купить этот дом или не нужно? Что делать? Люди в невежестве? Нет. Ну правильно, это называется страсть. То, что вы сказали, могу я без него отводить себе или нет, это означает страсть. Люди в невежестве просто идут и покупают дом и не парятся. А там трава не расти. Что будет, то будет. Вроде страсти, надеюсь на себя. Они говорят, могу я себе позволить или не могу? Если не могу, не покупаю, сду, сражаюсь. Потом могу позволить, покупаю. Люди в благости, они понимают, что это тоже не решение вопроса. Что будет со мной дальше в моей судьбе, если я его куплю, этот дом? Что будет, хорошо или плохо в моей жизни? Человек не знает. Он должен подсказку получить, и он начинает молиться. Он молится, молится, молится. Потом раз, у него какое-то чувство в сердце пришло. Это чувство говорит, ты не надо сейчас покупать этот дом. Ты в толки влезешь, у тебя там с работой будут проблемы, сбора. И вообще у тебя жизнь будет очень тяжелая, все разрушаться. Не покупай. Или ему наоборот судьба говорит, покупай, все нормально будет у тебя. Тяжело будет, но все, справишься, нет проблем. Могу я сейчас открыть фирму или не могу? Могу я выходить замуж за этого человека или не могу? Ложиться мне на операцию к этому врачу или не ложиться? У нас в жизни очень много вопросов возникает. И есть три способа их решать. Первый способ. Пошли все нафиг, я сам решаю. Второй способ. Задумаюсь и пойму. Полагаться на свои силы. Или посоветуюсь с психологами. И посоветуюсь еще с кем-то. Страсть означает. Третий способ. Молитва и общение со святыми. То есть с людьми, которые беспристрастно тебе могут сказать. Когда человек идет к такому человеку, он знает, что есть два варианта. Или он получит от футбола. Или от хоккей. То есть получит от ворот-поворот. Один вариант. И второй вариант. Он получит добро. Оба варианта равна сильным. Для беспристрастных людей нет никакой выгоды. Они вам скажут результат независимо от того, сколько вы им заплодите. Понимаете? Поэтому не каждый человек решится пойти к такому человеку и брать советы. Потому что ему же хочется, чтобы так было. Но это означает страсть, сильное желание чего-то иметь. Результат может быть плохой. Благостный человек руководствуется высшей истиной в своей жизни. Он стремится к ней. Он сражается за нее в своей судьбе. Он пытается найти в ней опору. Это очень сложно так жить. Но вот так надо жить. Потому что надо поступать так, как надо, а не так, как хочется. Нам много чего хочется. Но от этого же счастья не прибавляется часто, а наоборот. Мы это знаем уже. Кто пожил, немножко знает об этом, что можно сильно пострадать от своих желаний. Продолжение следует...